Царю небесный, утешителю души истинны, И жили здесь, и вся исполняя сокровища благих, И жизни Богателю принеси листья вны, И очистенны, и всякие скверны, И спаси благо души наши. Отец наш Тебесный, Господь наш, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше занятие по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы любовь Твоя коснулась каждого сердца, не только здесь среди нас, но и тех людей, с которыми будем общаться, и те, которые откроют Слово Твое Святое, чтобы они осознали, что они потеряют, если не будут с Тобою, Господом нашим и Творцом. Даруй, Господи, эту разницу им понять и осознать. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 5 глава, 21 по 29 стихи. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народов. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, Дочь моя, при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей и истощила все, что было в ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас усяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Толкование. После чуда над бесноватым Господь совершает другое чудо, воскрешает дочь начальника синагоги. Для иудеев, очевидцев события, евангелист сказывает и имя начальника синагоги. Это был человек полуверующий. Тем, что впал в ноги Христу, он оказывается верующим. Но тем, что просил его идти, показывает веру не такую, какую должно ему следовало сказать, скажи только слово. Между тем, на пути Господа исцеляется и кровоточивая жена. Жена эта имела великую веру, потому что надеялась исцелиться от одной одежды Господа, зато и получила исцеление. В переносном смысле, разумею, это и о человеческой природе. Она была кровоточива, потому что производила грех, который есть убийство души, и который проливает кровь душ наших. Природа наша не могла получить исцеление от многих врачей, то есть не от мудрецов века сего, не даже от закона и пророков. Но она исцелилась лишь только прикоснулась к одежде Христа, то есть к плоти Его. Ибо кто верует, что Христос воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде Его. Вот у меня сейчас мысль мелькнула, когда говорится о плоти, вот еще не читая толкования, у меня сразу у нас как принято в церкви православной, заболел человек, а вот после их причастию толкают. Как будто причастие это полноцензия от всех болезней. Нет, здесь говорится о вере, о вере воплощенного Иисуса Христа, о Его Боговоплощении. Вот который человек поверит, что Христос воплотился, что Он силен исцелять, и что молитвы, богоугодники, имея дар, вот как я поверил в целителя Пантелеймона, который реально жил, который получил дар за то, что Отца убедил стать христианином Отца Язычника. Я прочитал это житие, я поверил на 100%. Стал его молиться и поверим, не дал бы дар. Потом еще в храме увидел его икону, тоже пролил слезы покаяния, и наступило исцеление. А эта женщина кратачивая, я сегодня опять повторюсь, что исцелила много-много средств, истратила. И никакой будет пользы. Врачи, они же деньги, зарплату получали. Врач, от слова врать, многие врачи, они врут. Наверное, пациентам своим, что не будет никакого исцеления. Пекают им таблетки одни за другую, они всю жизнь болеют. За то, что ты же лечишься. Я же не виноват, что у тебя веры нет в таблетки. Вопрос ко всем. Иисуса Христа встречали, так называемое верное воскресенье, ваи называется, ваи, это дерево такое. И люди постелали пальмовые ветви и одежды. А при чем тут одежда? В ветке понятно, святые бросают и сегодня розы, лепестки. А одежда? Во-первых, она одежда нелитово предназначена. И потом она может запачкаться, по ней идут ослы. А не так, что бросили одежду, скорее всего, под хреста ее выдернуть. Значит, она на дороге лежит. Дальше. Вот мы считаем, Господь избирает одного мужа. А для чего? Два царя, израильская и евгейская царство, разделилась при сыне Соломона рвами. И оба царя уклонились в изыщество. Их надо наказать. Но кто это сделает? И Господь избирает одного человека. И он зовется Ииуй. Две буквы Ииуй. Когда спрашивают Иисуса, старообрядцы пишут с одной буквой, а сейчас с двумя. Какое? С одной или с двумя? Понимаешь, вот вопрос на вопрос. А это спорный такой вопрос. Но не один. Больше похоже на два. А вернее сказать полторы. А как полторы? Есть одна буква, она называется Йоты. И краткая. И Ешуа. Сколько еще ты напишешь? Самая пренебрегаемая попала в немилую милость у русских буква ЙО. Язык русский нельзя выучить, пока не проставим, где ЙО. Вот так. Суета, сует. А если ЙО поставить, то СУЁЁТ. Так СУЁТ или СУЁЁТ? ЙО. Везде еще. А иностранец вам сказали, что буква Е. ЙО точка. Он нигде точки не встречает ни с чем. Мы сразу его вычислили. А русский даже нуженят еще. Ну еще есть такое, как ЕГО. Не говорим, пишем ЕГО. А пишем ЕГО. Как у англичан. У них пишется одно, а считать другое. Так вот, здесь сейчас вопрос Когда Пришел пророк И вызвал ее в отдельную комнату И говорит Ему Тебя Бог на что-то избрал И взял на него масло, вылил, елей помазал А начальники сидят ждут Ну, скажем, маршал Жуков Он заходит Ну, тебе что этот бесноватый-то сказал-то Ну, по-другому ты как их назовешь-то Умалишенный, сумасшедший Пророки-то они говорят совсем не то Ну, нормально так, его никто не признает Вот этого мужика-то, когда он На пропалу, его правдолуб зовут Он ломился и все Хоть дубиной по голове бери, все равно он на губы будет вставать И вот такие были пророки У них такой дух был Он заходит и его спрашивают Военачальники Он говорит, что придумал, пришел, меня помазал У меня звали только полковник, а вы генералу тут сидите Я перевожу на сегодняшний язык-то И он Ну, что сказал-то тебе? Он говорит, избираю тебя Главным вождем сейчас пойти, отомсить царям Тебя? Да Они все сразу одежду свои сняли, ему под ноги бросили С орденами своими, со шпалами Почему? Значит, в народе евреевского это было А что оно означает? Я не случайно говорю, это по тексту сейчас И вы это прослушали и не поняли Главное в человеке, скажите, что, душа или тело? Душа 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 бессмертная А это корм червям Прах-то и в прах То есть в мелкую пыль превратится Каждый из нас И уже там от этой красоты ничего не останется От этой силы Одни черви и те сдохли С голоду Когда все кончается Куда они вливаются-то? Они все погибают-то Конечно И вот здесь сейчас Нужно внимательно посмотреть А когда воскреснет тело Какое будет? Ну такое как Душу-то не видать И воскреснут все в этом теле Котором мы жили Ну конечно не будет такое Там подсарость пятна там Пигментная Волос не будет Ни одна волосина не пропадет Я опять буду кучеревый Какой был раньше И вот Вот эта одежда Душа облеклась в тело Тело это одежда для души Душа облеклась Ее видать Ну Человек невидимка Он когда одежду Закрыл Его видно А как только он бросил Он невидимый Беляев Вот помните Вот Это самая история И здесь говорит Что Прикоснусь к его одежде То есть К плоти его Что-то действительно Он получил Эту плоть Через Деву Марию Это как раз В то время Гремели мечи Насчет этого Монофилита Монофизиты Прошло какое-то время Это возникнет Не самый Но она может Толковать В 9 веке Ясное дело Что толкование такое Которого в 1 веке Нельзя было сказать Даже Непонятно было Тем более апостолам Иисус воскресший Пришел И упрекал Из-за неверия Уже воскрес Они не верят И показали Слова его Вот так И вот Когда говорит Здесь что Одежда Это плоть А плоть Для Христа Это великое таинство Да и для нас Это плоть Это мы привыкли Так Я не знаю Насколько верно Врач скажет Вот мне сейчас Яголка Откни Вот сюда И вот сюда И рядом И вот здесь Вот мелко Мелко Рядом прям совсем Я каждый слышу Одним и тем же нервом Я слышу или нет Нет Если вот так вот Прочерстить И вот здесь вот 100 точек сделать И я каждую Буду слышать Что больно От каждой Отдельный нерв Или от одного нерва Все я услышал От каждого Вам преподавали Каждому отдельный нерв В одном человеке Нервов столько Практически Хватило бы Говорит Опаяться Землой в шар Я в это не верю Ну так говорят Говорят в человеке 320 миллиардов клеток Из которых 120 миллиардов Предложить мозгу Я не считал Никогда Ну почему не поверю Итак Если я так Диву устрою Давид говорит Я дивно устроен Я Мне не надо Космос сегодня смотреть Я сам по себе Как я дивно устроен Вот поели пищу Легли Лишь бы в гортань пропустить Дальше работа кончилась И еще Там теперь пойдет Куда надо Сейчас пойдет на брови Сейчас пойдет на ногти Другие на слезы Слово сказать О слезах У нас сегодня Один человек То ли плакал То ли Луком глаза заел И сразу со стаканом На ему Это зачем Кто подавал стакан Кто стакан подавал Нету ее здесь Нету ее здесь Уже нету Жалобщики Зачем В этот момент Не надо воду переводить даже Она остатки Выжимает через глаза Ощущается душа Сотвоз воды То есть Не надо Мы слез боимся Блаженное плачащее И всех сидящих Только один был блажен сегодня В данный момент В данный момент Поэтому ребенок Плащет своим Выражает молитву Василий Велико Кажется сказано было Он плащет просто Да за молчей дать Еще не кричал Он молится И мы не знаем Он не может еще сказать Почему И скотина кричит Просит Написано Вороны Птенцы ворона Просят пищу себе Сто третий псалом Птенцы ворона Он и каркать-то толком не может Он не просто каркает Он просит пищу У Бога Не у вороны Которая его Выпалила там Мы Совершенно другим языком Должны заговорить Когда это поймем Ну вот Ели Елка Идешь Ели Да вон они стоят Вот у меня елка стоит большая Ели Жилища Ави Сто Зерны Горы Уверища Зайца И ты как только увидел Так сразу вспомнил Зайца Это про Зайца И он, Давыд, знал это Знал Это охотнодзор Настоящий Он распределил все А в конце пишет И рыбы Великие мало Рыбы на нагальян Ну а большая Карась там улетит Хотя хит не рыба А зверь И все перечисляет Юноши Девицы Там облака Горы Все И надо понимать Гиперболичность Выражения Горы прыгали Как акнец И холмы Как полна Никто не прыгал Ну не было, Давид Ну сказали бы сегодня Ну неправда Горы Как они могут прыгать Во-первых Если в горы припадать Потом отпустить Так вокруг У него там такая лавина Будет И Ордан Повернулся спять Никуда не поворачивался Он перестал течь И назад Никак река не потечет Она наполняет Тут будет затоплять И дальше пойдет Ее нельзя назад подорвать Потому что уклон в эту сторону Это Давид Все говорил Влажая радость природы При взоре на Господу Господь прикасается Горам И горы дымятся Горы нормальные Вот они снегом Он прикасается И они дымятся Никогда не спорят Ну и эти горы Хоть раз дымились Эе Ты дальше возьми Все наше искусство Велищее на земле А И дальше говорит О горах Вот такие Я помышляю тебе о горнем А не о земном Все время Разом туда водишься ли Вот один день святой жизни Григория Митрополита Санкт-Петербургского И он говорит Что бы ты ни делал Молись Ребенок там Господи И ты был такой же В люльке лежал И слях Даже эти люльки-то не было Прости меня грешно Дитя это воспитает для тебя Что ты-то там делаешь Стряпаешь Господи Пшенищенки были Повруся Смололи Смотри мука Не раздешили Где пшенищенка Так и мы во Христе В данном новое имя Нас зовут христиане То есть Можно весь день Наполнить таким словословием Что и при патриаршем Служении такого не будет Вчера выставили Прелюбодеяние Патриарха Кирилла Прелюбодеяние Заголовок ролика Может быть Взять написал Ну я не упустил время Выбрал Давай смотреть Патриарх служит Нормально Где же он прелюбодеянин Видите И вот он Идет его со всех сторон И подъявка Здоровые такие охраняют И он верю Только подходить А кто-то уже заранее снимает Ему кричит Святейший Патриарх У меня жена мне изменяет Что мне делать-то Тебе изменяет Да хорошо С патриархом изменяет Или что Как он ответит Как он ответит Дальше посмотрите Заходят Все каноны подняли Из священного писания Что патриарху А вот Обернулся и говорит За то что вы грех Жены делаете всенародным Ваш грех еще может быть больше И дальше в дверь вышел Как тут поднялись Он еще не сможет Ты видел? Нет еще Я тут вижу головой Качаешь Это все Которые разведенные Они тут зашевелились Сутармины Патриарх Все ответил правильно Моисей сидел И решал Вот так вопрос Подходит Чего у тебя не так? Да вот у меня там Барана сосед взял Мне отдал долг Вовремя Отдает какую-то Паршивую овечку За него Ну что же делать-то? И тесть пришел И с утра до вечера Под жатким солнцем Он судит Он говорит Что ты делаешь И взять его Моисей Кратчайший Дух Святой А это священник Мадиамский И он говорит Ты сделай так Избери Десяти начальников Сельсовет Потом районный Потом краевой А ты президент Зачем тебе решать Этих куриц Кто сейчас воровал Там жена изменила Вот когда явно Дело отделился Кто-то там От государства Ну что сделать С Эрдоганом Избили наш Большой самолет Транспортный Ну что делать-то? Вот ты Выберешь И сельсовет Вот это все Надо держать Для себя в памяти Если ты писание знаешь Какой вопрос? Как решать? Что сказать? Выпроси у Бога Мудрости Меня это не касается Я посмотрел А дальше Правила такие Правила Натянутые Такие Если священник Там не разбирают У него есть священники Разбирают Зачем патриарху разбирать Это что твоя жена Изменила? Да еще неизвестно Почему Тебя надо Разобрать Кобеля Бесхвостого Где ты бывал А потом За мокрохвостку Брать Вот тогда Было так И патриарх Его виновен Патриарх Кирилл Невиновен Я выношу Такой вердикт Его охлеветали И он Спокойно Отреагировал Как здравый муж Крепким голосом Пригвозил к стенке Определенно Ты можешь больше виноват Ты до этого допустил Зачем ты его На курорт пустил Ни один мусульман И не пускает И показывают Курортики сидят Там Жезлонки Такая-то Навариваются И он идет один Какой Неизвестно кто Он сам идет Идет И такой Ее держат Она и балахонь Как будто в мешке Сидит в большом мешке И прорезь И держит за руку И мимо проходит Она и так у него Безопасен И теперь за руку Ее держат И быстрыми шагами шагают И кто-то Чакнул фотографию А тебя где У меня один Священник там Выходит С одним нашим знакомым Знакомой Вот этот человек Хороший Я говорю Да хороший А мы решили Его священники Продвигать Ну я его спрашиваю Там называю его Как митропавль Я говорю К примеру говорю Я не хочу имя называть И они тут сидят По скайпу говорим Ну да по скайпу Я говорю Скажи У тебя жена есть? А я у него дома был Катай Дети есть А дети у меня в лагере были Хорошие ребятишки До того Послушные Так А жена Вот тут сходит Ходит Она была на курорте? Была Он ничего не поймет Скажи У тебя есть подозрение Что она изменяла тебя? Да не подозрение Я точно знаю Все Все Отрезано Ты уже никогда Священника быть не можешь Она запрудила тебе Вход туда Священник Сразу во мне разочаровался Я говорю Канон Канон церкви Нам не надо говорить Канону устарели Это мозги наши устарели Воспринимать Все Вырастут Все на глазах Да ничего и нет Но там то что делается Любой вопрос Который считает Коснулась Плоти Одежды Ты смотри Какой круговорот Берем воскресенье Из мертвых тела Одежду постелали Это означает Наша плоть В полном распоряжении Двоем Плоть Мы бросили одежду И это означает Слушаю Говори Так Мечи вон Все в саду Мечи выдернули Кого резать? Друг на друга Посмотрели Так это еще Банда какая Не надо говорить Моисей Там Народ здесь А что мы ждем? У нас там была Такая пища Огурцы были У нас У нас Лук крепчатый был Чеснок Куда нас вывели-то? Заморить? А он там Еще не знает Давайте нам Нашего Бога Какого-то придумали Еще Моисей не знал Как злать Давай У кого сережки И вылил Из золотого тельца И дальше было Что? Когда он вернулся А у него Скрижали В одном фильме Хорошо Лазерный луч Как бы идет Покруг скалы И там Где давайте Вот так вот И оплавляется И течет по горе Камень Мрамор И надпись И он С этой скрижали Пришел Десять заповедей И вы И он не удержался Разгневался Этим скрижалем И как Зачем скрижали Когда народ Место развернулся И в дребезги Библию порвал Моисей И обвинять его Бог не обвиняет Второй раз Даст ему Ну так и теперь Страну Не считайся Крайм Молитва Какой же он Он тоже Смартфон По рукам И ты знаешь Знаю Ну давай Сначала Ложись А потом Искать Она говорит Траву Может найти Взять В руки Только Девственница Поэтому Мне нужно Сначала Взять Тебе отдать А потом Ты уже Делай Насилови Меня Он подумал А куда Наденешь Все И когда Нарвала Какой-то Репей Одувальщики Принесла И он Говорит Так я Видел Траву Но ты же Нервал В такой Пропорции Начала Ему Говорить А как Я проверю Не обманываешь Очень Просто Вот Моя шея Только Надо Со всей Силой Бить И ты Видишь Как Мещ Переломится Пополам Или Отлетит Меня Тебе не Убить У меня С обезглавным Телом И церковь Прославляет Она дала нам Пример Во-первых Она навела Его на грех Убийцей сделали Сама Как убийца С последними словами Лжи умерла Церковь Канонизировала Ее Девственность Богу Нужна наша Действенность Через ложь Через все Где вы это Нашли И никто Ни слова Не говорит А я когда Насчитывал В это время Колоком Раз Другой То есть Я не выбрасываю Шекспир Но и без внимания Не оставил А что она должна быть Другую Также взяли Я вам такая Мрабор Тут такое платье Длинное Хорошее У меня еще Красивее есть Она на второй этаж Переодевайся Она пошла И как Бросилась Руки расспасала Ударилась И убилась И они Сейчас прославляют Она самоубийца Церковь Это в наших Книгах У тебя же Те святые стоят Мы даже Кое-что Мы примем А это Мы никак не можем Это не просто так Девственность Бисер девства Это все монахи Придумали Никак А что она Она бы говорила Ему А другие святые Были так Вот у Агнии Она идет Ее разделены на голову Вот кипят по всему городу И вдруг волосы У нее выросли Как до самого пола Она идет И волосы Закрывает И никто не видит Куда что Волосы махнутся Туда-сюда Они не успевают смотреть Все У другого Там Я уже говорил Это Ее Сегодня военной Ей занимается А сколько принимает Примерно 200 человек К одной За день Один там пришел Какое звание Капитан У меня полковник Отойди Я первый к ней Христианин Зашел к ней И говорит Я сейчас переодену Содержу дам Быстренько выходи А сам ее взял Одел Ну и первый Только тот Полковник Или меньше Подполковник Немного тот Побыл Вышел Его так рукой Закрыл Лицо Как бы стыдится Этот Зашел Следующий Ну и Раздевайся Там Ну Разделся Мужик Вот что Воду Вино Слыхал Ну чтобы Из бабы Мужика Вот это Сюда Бог Взял Вышел И другим Говорит Видите Тут волосы Дал Там Кто-то Спас А в другом Месте Насилие Было Она Говорит Тело Мое Пострадало Я получу Сейчас За эту Награду Вы даже Это Не знаете Тем Больше Награда Чем Больше Переживаний Но На себя Руки Налагать Ни в одном Месте Писания Этого Нету Это Бог Он Мог Меня Спасти Мог Развеять Убить Там Или Униз То Чтобы Их Ветра Не Сделал Бог Значит Моя Щаша Я Буду Это Делать Надо Во всем Быть Благоразумным Поехали Разумел Людей Берегую Мудрость Ищи И все Запоминай Дальше Все Быстро Успеть Быстро Сказать И Чтоб Видеть А не Та Что Тебя Прерывали Садили Давайте Евангелие от Марка 5 глава 30 по 34 стихи В то же время Иисус почувствовал Сам себе Что вышла Из него Сила Обратился В народе И сказал Кто Прикоснулся К моей Одежде Ученики Сказали ему Ты видишь Что народ Теснит тебя И говоришь Кто Прикоснулся Ко мне Но он Смотрел Вокруг Чтобы Видеть Ту Которая Сделала Это Женщина В страхе И трепете Зная Что с нею Произошло Подошла Пала Пред ним И сказала Ему Всю истину Он же Сказал ей Тщерь Вера твоя Спасла тебя Иди в мире И будь Здорова От болезни Твоей Толкование Сила 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 Выходит Из Христа Не так Чтобы Переменяла Место Напротив Она И другим Сообщается И в то же время Без уменьшения Пребывает Во Христе Подобно Как и уроки Учения Остаются При учащих И преподаются Учащимся Но смотри Как народ Со всех сторон Стеснял его И между тем Ни один Не прикоснулся К нему Напротив Жена Не стеснявшая Его Прикоснулась К нему Отсюда Научаемся Той тайне Что из людей Занятых Множеством Житейских Забот Никто Не прикасается Ко Христу Они только Гнетут Его Напротив Кто не гнетет Иисуса И не обременяет Своего ума Суетными Попечениями Тот Прикасается К нему Но для чего Господь Открывает Жену Во первых Для того Чтобы Прославить Веру Жену Во вторых Для того Чтобы Возбудить Веру В начальники Синагоги И что Дочь Его Также Будет Спасена И вместе И для того Чтобы освободить От сильного Страха Жену Которая Боялась Как бы Укравшая Исцеление Поэтому Господь Не сказал Я спас Тебя Но Вера Твоя Спасла Тебя Иди В мире То есть В покое Мысль Этих слов Такая Будь Спокойна Ты Которая До серии Была В скорби И смятениях Тебя Тебя Самая Непонятная Сила И зашла Еще Такой Маленький Сосуд У Христа Что Много Воды Ушло Тебя Хватило Миллиард Миллиард Светил Все Истелить Непонятная Непонятная Маленький 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 Непонятная Маленький Маленький Я говорю Ты сильно Не опишируй Себя Если узнают Чеченцы Они тебя Выкрадут В подземной Где у них Лазареты Боевиков Лечить Она даже Глазь не Сомкнет Ночью Что-то Укол подойдет, спросит, подоткнет. Я это не спрашиваю. Я искал тогда ее как-то. Она на пенсии, наверное, да? Да. Если бы ты ее нашел, я бы ей кое-что подарил. Ну и попутно спрошу. Вот считают, новый завет трехтомник. Поднимите руку, у кого есть трехтомник наш? Первого, второго выпуска. Да, много. У нас потеряевки приходят и сидят. Ну, там людей-то даже меньше может быть. Я считаю, семь человек, которые приходят. А надо ли? Я не знаю как, но считаю, что надо. Берут там рядом, выписывают, что надо. Зрительная память со слуховой намного больше памяти, информации остается, чем я слушал только. Или только считал. Это так устроил Господь одновременно. А если бы с этим еще исходил ладан запах, который идет, а она идет, только мы не чувствуем, тогда еще бы больше было. Надо как-то вписаться в ту структуру, которую Господь назначил человеку. А что особенно? Особенно сейчас рулетки такие безобразия. И когда говоришь, он не понимает. А я не верю, я атеист. А почему не веришь? А все произошло. Я говорю, откуда произошло? Ну, вы что, Дарвина не считали? Я говорю, считал. Ну, что непонятно-то? Я говорю, Дарвин до самой смерти был староста общины, староста церковной. Он никогда не говорил, что человек это безобразия. Ну, как не говорил, в школе говорят? Нигде ни разу он этого не говорил. Он говорил о видоизменяемости, о бабочке, которая много поколений в Лондоне, там, где смог у них, она делалась уже не белая, а серая. Он больше другом не говорил. Ну, там, где на острове он был, показал, там, на игуанах, там, смотрел. И птицы. Не было. Он не говорил, что муха превратилась в слона. Это пословица, не раздавайте муху в слона. Но это разное. А если по теории эволюции, то где-то там даже, вот путь идет, который муха была сегодня на муха, завтра выползла из уха, и дальше тут была карася, порося, гуся, и так, иначе, заходит до человека. Но нет этого. Промежуточных между карасем и поросем нету нигде звена. Между человеком обезьяны ни одного скелета нигде нету. И которые нашли австралопитеки, говорят. А теперь академик верхов, немец, занялся раскопками и нашел, что кости на 2,5 метра друг от друга лежат. Кости. И там какой изотопный метод показывает, насколько разница в возрасте, каким животным все определили. Где тот такой сгорбленный идет раньше человек. Это мы сгорбленные после получки из пивнушки. Первый человек, который был совершенный, то какой он был? Почему сегодня ни один Самсон не рождается? Почему сегодня ни одного Соломона нету? Прекрасный был. Ну, давайте просто посмотрим. Знатные люди были. Ну, вы знаете, есть волхи, там вот называют, там пользуются. Самая-самая знаменитая книга, песня какая? Вы можете думать, говорить. Псалтырь. 3500 лет ей уже. 3000 сказать. 3000 лет. И за 3000 лет ни одной буквы не изменилось. А как поют? Псалмы-то уж. Поют же где? Да мало того еще орган. Мне сбросили материал, за рубежом ломают, как храмы. Даже не мои храмы, сердце, а огромные храмы, целенькие стоят, шпили. И там вот такие все это, ну, ему, допустим, 300 лет храмы. Все это огромное там бьет с чем-то, все разваливается, официально разваливается. Почему? Народа нет, не могут заплатить на это. Ну, кому-то отдайте. Там можно музей сделать. Ломает один, показывает храм другой, в другом городе. Ну, большая такая, как экскаватор идет, сказать. И у него такая стрела идет. А там вот так разворачивается, на руку похожая. Хватает дальше. Ломануло, полстены нет. Крыша варится. Храмы. Они зашли в один храм, а там орган стоит. Он говорит, совершенно целый орган. А орган это оркестр. Это аппарат-то один, а там такие трубы ставят на два этажа. Из особого вещества слитые. И за играми, как у Себастьяна Баха на «Страсти Христову». И вот такое там идет. Это до нас доберется. А почему отдали? Людей нет. Никого нет. Это просвещенная Европа. Вот и все. И мы это все знаем. Учите хорошо. Умейте постоять. А к нам могут сейчас прийти ломать? Нет, это частный дом. И тут живут люди прописанные. Нет. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день претензий никаких нет. Земля выкуплена. А как же взять-то никак. Тем более мы зарегистрировали на отдел юстиции. У нас документы есть. Так что, что бы ты ни считал, Слово Божие живо и действенно. Ролик поставили мы на днях. Из Америки отзывы пошли. Меня задают вопросы, отвечаю, что живо. Показываю века и что у меня уныло действие. То есть оно сегодня производит действие возрождения. Оно потрясает буквально. Просчитал, как один секретарь комсомольской организации, он ко мне заезжал иногда. И говорит, я пришел к баптистам. И стали говорить, я говорю, так и смотрю, на меня все смотрят. Я говорю, ты уверен? А как, про меня же говорит-то. Он фамилию не назвал. На меня смотрят. Я говорю, как так может быть? Я говорю, а я говорю, тебе не кажется. Я думаю, что ты все время про меня сейчас разузнаешь. У тебя еще где-то служба работает. Понимаешь, это Слово Божие живо и действие. Это раздаление души и духа. Иногда даже думаешь, зачем я родился. У меня все время так было. Вот едем на Силосом. Тракторные большие сани. А я лежу. После армии уже вижу звезды. Мороз. И вот хотелось бежать, падать. И кричать, Боже, зачем ты меня сотворил? Впереди ничего нет, кроме ада. Я о Христе не знал ничего. А что суд Божий есть, это знал. Я не делаю, что говорят. У меня через страх от матери, я не вор. Мне на матерка не сказали, женщине не знаю, не пью. А душа моя говорит, это не это. Ты просто грешник. Вот теперь я знаю, другая природа. И поэтому, как освободить от наркомана? От наркомана зачем освобождать? Ну, как помочь ему? Я спрашиваю, зачем? Он все равно сырец или не знает. Но сын пьет, пьет. Ну, помолите за здравие. Сколько выпивает? Он в бутылку. Ну, да, здоровый будет. Теперь две бутылки за раз. Тебе это надо? Что надо? В духе святого родиться свыше. Тогда все отпало, как шелуха. А он сам будет думать, я ли это был вчера? Вот что нужно. А дальше уверовал. Быть вводимым Духом Божиим. Все. А в это все остальное вплетать научились. До разделения души и дух. Составов и мозгов. И судит помышление и намерение сердечно. Это 3-12 к евреям. 4. Мы это знаем? Да уходят дети, исповедуются. Уходят они. А они не верующие. Они не живут Богом. Ну, а кому они говорили за это время? Как говорить? Ну, написано, бегущий не может молчать. Деяние 8 глава 4 стих. Когда разогнали, дома отобрали, они пошли проповедовать. Рассеявшиеся, то есть разбросанные. Проповедовали Евангелие. Ваши дети проповедуют? Нет. Ну, и приходят, стоят, стоят, ушел, чтобы ты успокоилась, теща. Добавил, теща, ничего тут нету. Он добрый, сам себе человек. А вдруг там, сбежавший из зада, там очень много добрых. Вы не думайте, что Гитлер вот такой, сейчас пишут, который, знаете, секретарь, охранник, который у него 6 лет охранником был. Это, говорит, не он, который показывает. Он был очень внимательный. Девушки, которые были там, секретари, как он подходил, вникал в самое такое. Они не знали, что там Освенцын, Треблинка там, ну и все. Они не знали про это. Они знали того, который здесь сейчас с ними. Он был вегетарианец. Какой он внимательный к каждому. За чего бы, все, Германия-то за него. Больше половины женщин желали от него ребенка иметь. А когда он идет с офицерами, с генералами, то он не такой был, как в последний день-то. И страну из такой разрухи поднять в мировой практике никогда не было. Такой короткий переможуток. Страна в подчинении. Такую контрибуцию выплачивает. Все отдали. Уголь добывают и сразу увозят в Францию. Другой Англии забывают. Нищета. Кормит людей совершенно нечем. И вдруг находится человек, ефрейтор. И говорит, я знаю. Значит, первая программа. И напишет книгу «Майн камп. Моя борьба». Сегодня я, я думаю, показываю. У вас есть такая книга? Библиот. Подожди. Я думаю, наконец-то. Он выносит большая «Майн камп» по-германски, готическими буквами. Вот настоящая книга. Ты знаешь, что его канонизировали, Гитлера. Как канонизировали? Ну как, икона его, символы, все. А где? Ну где? В Латвии, там в Эстонии. А за что? За то, что страну освободило от еврейского рабства. Только заодно это его можно канонизировать. Не слышал. А может, заодно это его и за да не выбрать все. Да. Да что-то? Именно за это. Кровь и слезы. Но там за то, что он помогал и прочее. Люди, которые помирали с голоду при его власти, уже на третий год все до одного дожили побывать на лучших курортах мира. Всем дать работу. Дороги, которые он построил, по сегодняшней день стоят. Ремонт еще не требует. А эти вещи это стоят в годах почти. А у нас капитальный ремонт через 4 года. 4 года. А почему? Они железобетонные делали, они асфальтовые. И мы должны увидеть добро и зло. В церковном хоре пел мальчик. Старин учился в духовной семинарии. И это не просто так. Ленин по закону Божьему получал пятерки. И кем они стали? Вот три креатуры. По лучами человеков. И так пошли. А то все вмещая в себя. Прочитал и сразу, а как я? А меня касается это или нет? Касается, я запомнил. А не касается, пройдет мимо. И нужно так, чтобы слово Божье заговорило с нами. Вот мне я рассказываю про себя. Что я в Писании почти не нахожу ничего, чтобы меня не касалось. Каким-то боком. Где-то я сбоку был. Давыдов писал, мы считаем, как будто про меня. Враги мои выноси, да. Тядущий хлеб подняли. У меня все это было. Поэтому он запоминается. Я молюсь Давыду не как, а как соратнику, как другу, который рядом, который тоже претерпел. И меня теперь утешает. Для меня это не буквы. Для меня это голос с неба. И живые люди окружают меня. У меня стихотворение такое есть. С утра пораньше они у меня пришли в разных сандалиях, в ботфордах. И я среди них. Поехали. Иван Геотмарка, 6 глава, 7 по 11 стихе. И призвав двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить ни двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Толкование Господь учил не в одних городах, но и в весях, дабы и мы знали, что и нам не должно ни пренебрегать малыми городами, ни постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках. Далее не только Сам Он учил, но и посылает учеников Своих, притом по два, дабы они были смелее. Иначе, если бы Он послал их по одному, то один не так бы смело мог действовать. А если бы послал более, чем по два, то числа апостолов не достало бы для всех селений. И так посылает по два. Дво им лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Книга Экклесиаста 4.9. Заповедуют им ничего не брать, ни суммы, ни денег, прихуйся, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется нестяжательности, видя, что апостол не берет ни суммы, ни хлеба, который всего нужнее для нас. Велит им пребывать в одном доме, чтобы не подумали об них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродя от одних к другим. У тех, кои не примут их, они должны были, по словам Господа, отрести пыль с ног своих. В знак того, что они совершили далекий путь ради их, и однако без пользы для них. Или в знак того, что они ничего не взяли у них, самой даже пыли, что напротив ее стрясли, дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Ибо садовляне, быв наказаны здесь, там будут наказаны легче. Притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки, тягчайшие тех. Игнатин Чалавкин дает комментарий на слова блаженного Филакта. Должно сеять Слово. В незначительных местечках тоже. Должно сеять Слово Божие в больших городах и в малых селениях. Если у человека есть совесть, не может же он не видеть, что этим сегодня занимаются только сектанты. Сегодня при такой свороде слова такие сонны и легионы сектантов хлынули на просторы России. Образуются общины, новые в кавычках церкви с самыми экзотическими названиями. И все они регистрируются государством от южных границ и до полюса. Они идут от двери к двери по всем городам, вербуя адептов. А православные батюшки спят глубоким сном и ничего кроме алтаря не хотят видеть. Россия гибнет. Православной веры как таковой практически нет. Есть неевангелизированная, раздробленная языческая страна. Отвергнув слово Божие, запершись в монастырских стенах, получая огромную помощь от государства и используя репрессивный аппарат против инаковерующих, русская православная церковь полностью проиграла все битвы, и Бог руками безбожников опрокинул монастыри и разрушил храмы. И весь алтарь у некоторых священников уместился в их котолки, и пошли они от селения к селению тайными тропами. И снова Бог дал свободу. И снова ею не хотят воспользоваться. Отгородились от народа дубовыми иконостасами. И снова повторится тот же урок. Только в 1937 году свыше 50 архиерейских голов были сняты с их плеч. Если бы церковь не обладала богатством, а жила в апостольской бедности, то не было бы изъятия церковных ценностей и неисчислимых жертв на этой почве. Второе послание Тимофею, 2 глава, 9 стих. Но для Слова Божия нет уз. Если бы все верующие проповедовали Слово Божие, то не было бы такого разгула без Божья и сектарства. Потому что он читал, если у вас нет вопросов, я буду задавать. Есть? Задавайте. То, что он просчитал, вас как касается? Каждый объясняет. И он сказал следующее. И чтобы в руках у вас ничего не было, кроме посоха. У кого посох есть? У меня есть, я с косырем хожу. У тебя посох есть. Вот одна у нас только благовестница. А посох физический, да? Ну да, в духовном. Когда идешь, тебя еще с двух сторон поддерживают все. Наверное, нет, пока не поддерживают. Но когда скользко поддерживают. А у меня специально сделанное. И на них написано «евангельский посох». «Евангельский посох». Крупный, сверху донез. И таких у меня примерно 20. Здесь 10, здесь и потеряеки. И они не стоят. Мы с ними ходили. У каждого был посох в руках. Кто ходил, помнит? Поднимите руку. С посохом. Вот, понятно? Почему я считаю? Мне запоминается. Я сейчас задам баптистам. Ну, допустим, 50 миллионов. Ни один руку не поднимет. И другие нету. У нас есть. Почему? Мы идем по дворам собаки. Заходим хозяева. Кто есть? Я стучу по забору. Собака есть, она обязательно залает. Ай-яй-яй. Нет никого? Это еще не значит, что нету. Туда я иду первый. За мной идет кто-то там, Татьяна. У меня вот как ходила с вами. Да. Я первый иду, я освобожаю дорогу. А брата идем. Я иду сзади. Сзади иду, я вот так вот палку держу и мотаю. Чтобы собака уже не будет. Палка крутится, а у нее воображение разве-то больше, чем у нас. Она знает, что палка, я ее благословлять буду очень. Ивангельский посох. И мой посох послужил мне намного больше, чем посох патриарха или митрополита. Они на проповедь ни разу не ходили. Евангельский посох. И посылает он как не просто так. А для чего он держит в руках? Вот смотрите, есть такой маршальский жезл. Показывает у Гитлера маршал. Идет, который там называют. И он идет, и все время такая у него. В руках. Все время. Куда бы он ни поделал. Жезл называется. А? Жезл. Жезл. Фельдмаршальский жезл. Да. Нету. По вам этот тих не прошелся. Дальше. И когда примут деньги, не переходите из дома в дом. Вот приняли, я приехал в какой-то город. Но меня приняла Валентина. А Маргарита в это время пришла. Да что это у нее? Да у нее там кроме капусты ничего нету. Который соседний козел еще повредил. Иди, у меня. У меня курицы есть там, ягненочек. Пельмишки. Могу ли я переходить? Нет. Что мы не сочли нас восколюбивыми. Понимаешь, у тебя было такое? Вот у меня на еще приехала одна ко мне верующая. И не заладилась у нас с ней. Я ей сказал, а почему ты волосы стрижешь, да и красишь? Как она взыграла? Да ты что, ты меня вышиваешь, да кто ты такой? А давно мы знакомы, 30 лет назад встречались еще. И приехала из дороги из страны. Никого больше нет, только я. Она все ее годы просилась и просилась. Наконец пришла. Я начинаю ей говорить, что это не положено так. Это надо было видеть, с каким днем. Я не один сижу, а со мной. Ты вроде был здесь, когда этот шум-то был? Не было. Ну, кажется, Галендухин был в это время. Она что попало, понесла? А у вас масло давали-то? А оно просроченное. Масло дал-ка там. Масло просроченное, да, значит, через 100 лет убери масло или мед. Ну, написано, что примерно, да, держали как-то. А какое тебе дело до этого? А я могу прокуратуру сообщить. Понимаешь? Я говорю, успокойся ты, да. Уже успокоиться нельзя. То есть, я ударил такое место, мне сразу слетели. Я говорю, что она с катушек сошла. Ну, и пошла дальше уже грабить. Ты знаете, я шижефреничка. Мне еще не будет. То есть, она сейчас топор возьмет, на меня кинется, и еще ей не будет. А сын работает в авиации. Америки. Мой сын тут на самолете не может границу перелететь. Отпустите меня в другой дом. А какое отношение сын и проще имеют? Никак. Я говорю, вот написано, переходить нельзя, что не хватает, я тебе дам. Никаких, сразу в другой дом. А тем я сказал, вы не имеете права принимать. Это антиблагословение будет. Вопреки заповеди Бога. Это заповедь. Заповедь. И пошла к тем, которые враждебные ко мне. Ну, ясно дело, о чем они теперь там говорят. Я вижу, какой накал там идет. И чем кончилось? Ничем. Я пытаюсь с ней, уехала домой, поговорить. Она, отстаньте от меня. Вы все своими сапогами во мне затоптали. Грязными сапогами. Своим шавком там говорите. То есть вы все шавки. Это человек. Большого грамоты. Везде на конференциях. Все в один день. Почему? Живо и действенно. До разделения души и духа. Все. Как будто бы душа из нее вылетела. Она может даже это будет слушать. Я прошу на нее благословения. Благослови тебя Бог, сестра. Но только это беснование неприкрытое, буйное. Из дома в дом. И на этом уже конфликт. И что ты не считаешь? Из дома в дом вас был. Кто-нибудь гостей, которых вы приняли, пошел в другой дом. Нет. Так это родственники бывают. У тебя отец приедет. Ну, не понравится. Не понравится. А тебе стопроцентные гарантии дают. Не понравится. Ну, нравится, не нравится. Я тебе принял. Не потому что отец. А потому что Бог так повелел. Отца это... Вот сейчас пишут там. Вот все это они выпивали. Он пенсию получил. А он пенсию отдай выпить. Он говорит, мы уже выпили. Он отцу как дал табуреткой-то? Отец упал. Он его потащил в ванную. Давай в ванне его отмачивать-то. Ну, когда перестал, он мертвый. Давай искусственное дыхание идет. Он уже мертвый. Ну, и сейчас срок наматывает. Утопил отца за 100 рублей. Он говорит, 100 рублей просил. Это между делом. Итак, я вам говорил. Слово Божье живое и действенное, когда оно по тебе прошло? По мне прошло. А почему никого больше не прошло? У меня искусственно ты это не сделаешь. Это реально. Я приезжаю в Пензу из Волгограда. Я не знаю, какой год. Ну, примерно 1963. И меня встречают несколько человек. У баптиста постанавливались. И у одного остановились. А у него, кажется, четверо ребятишек. Саша Карпов. Ну, вот это когда меня уже узнали. Сообщили и сразу. Пойдемте, у меня лучше тут ближе к храму, то другое. К молитвенному дому. Я там свидетельствовал. Я не могу перейти. Как не можете? Меня уже приняли. Я ночевал у них. Ну и что? Он со хозяином говорит, ну, пускай идет. Я не могу пойти. Я неделю приехал жить буду, а потом совсем остался на квартире. Евангелие запрещают. Ну, мало ли, чтобы было приняли-то. То есть никто серьезно не относится к этому. Вы даже сказали, где двое или трое собрались. Такого нету. Где двое или трое собраны, не собрались. Нет, мы взяли. Нет, нет, нет. Это огромная разница. Собрались, а там и выпить на трое. Обычно собираются. Собрано. То есть иной силой, Духом Святым. Во имя Его, по Евангелию, там я посреди них. Но это не означает, что можно мне в церкви образовать какое-то общество сектанское. Тут надо быть очень осторожным. До конца знать, как точно произнести. Так, чтобы сатана нос не подтащил туда. Вот в этой я живу в баптистке. Мне кажется, четвертый ребенок. Врачи говорят, родить не можешь. Вот такое у нее в организме, что родить нельзя. Она пришла, плащет, мать позвать. Игнашенька, кто сказали? Я говорю, мать, давай помолимся. Помолюсь. Тебе что, Бог? Да ничего плащет. Я говорю, а мне, Господь, полагает на сердце. Не делай этого. Сказали, что умрешь, умри. Умри, но не убивай. И вдруг у них приезжает с так кладистой бородой, такой баптист, с юга, с Туркменией. Врач. Старый. На пенсии. Он ее осмотрел. Все. И сказал, заключение врачей, которое дали тебе, абсолютно правильное. Рожать нельзя. Противопоказано. Между прочим, мои сестры это говорили. Ара, опять. Ну что, врач осмотрелся. Свой, верующий, баптист. Я говорю, Старый, это не оправдывает тебя. И муж уйдет, а мы опять молимся. И она родила мальчика. И мальчика назвали Паша, Павлик. Ей звали, говорит, Игнатьев Павлик. Он его вырвал оттуда. И после этого, у меня уже осталось 4, кажется, еще 7 родила. Все запоры были сорваны. Все дети здоровы, ни одной больного нет. Еще семерых родила. Верить самым лучшим врачам. Можно и нужно при условии, что если это от Бога. А если нет, я молюсь. Но Господь-то, я живой. На сердце полагает. Вот по мне это прошло. Не всякому духу верьте. А узнавайте от Бога они или нет. Так вы не должны. Да ты понимаешь, я профессор, кандидат, доктор. Я все знания-то и признаю. Но в данный момент, вот, Господь открыл дверь. Семерых ребятишек еще. Это я, когда ездил в миссионерские поездки, все узнал. Тогда не было, когда уехал. И поэтому ты вот считаешь что-то. Даже от Адама первое. Адам, где ты? Это меня Бог зовет. Куда ты делся? Куда пошел? И он меня зовет, Господь, тогда, когда, ну, я уже на боку лежу. И вдруг, внезапно, я только лег спать. Только лег спать. Вчера соскочил. Ну, прошло минут 30, наверное. Ну, ладно, у меня там аппаратура. Я еще попутно посмотрел. Я сразу думаю, почему меня Бог поднял? Кто нуждается в моей молитве? Хотя бы кратко, несколько минут. То есть ты все бери для себя. Вот я говорю, когда уголь брал здесь, запнулся и упал, упал в полной темноте. Там огня не было в сарае-то. И когда после я увидел, два ведра, представь, я прокинулся, переходя через этот, от из-за угляшки там, ну, от загороженного-то. И рухнул, запнулся. Многие-то еще там остались. Я как ахнулся. Если бы я, значит, пополам бы на рогулу. Точно прям, вылезапно, до сантиметра, между ведрами. Я шапку далой, а температура жила. Холодно было. Первым делом, Господи, да кто же за меня так молится? Да я опять живой остался. И с лестницы, на которой ложу, свергся я. Упал, все из рук меня там, я горох там набрал. Все разлетелось. Я лежу в снегу, потихоньку, рукой шевелил, шевелиться. Ногой. Господи, а я сейчас там в сугробе лежу. Да кто же за меня так молится-то? Вот и все. То есть, молития друг за друга по мне прошлось многократно. Притом я знаю это по любви. Такая молитва, которая меня в воздухе задержала, я не со всей силой крякнулся об землю-то. И здесь точно так же. Ангел подвинул меня, чтобы, ну, между ведрами, Господи, да раздвинь маленькие мёдра, пусть он так подлежит тут. У нас Серафима Гавриловна, 93-й год. И она молилась и упала. А загремела, упала. А сын Володя, это не верующий совсем. Он другой, а любящая мать, прибежал. Мама, вставай, давай подевать. Подожди, сынок. У меня какие-то руки взяли, мягкие, мягкие, такие тёплые, тёплые. Да, я ещё полюблю. А она всё ещё в этом состоянии, мирские сказали, кайфует бабка. Это так, это Господь. И ты что бы ни считал в Писании. Но сказали одежду постелить. Ты стелил когда-то, в день, когда я покаялся. Моя плоть мне уже не принадлежит. Всё, что я хотел, думал, готовился. В один миг стало чужое. Думал-то всё время, кем быть. Ужас один. Наверное, с пяти лет уже я готовился к тому. И как будто бы Бог снял с меня голову и другую приставил. И где не считаешь? Я остановлюсь. Когда у меня в жизни было? Я же ходил с посохом. Из дома в дом. Нынче летом. 2019 год. В июне месяце. Это было со мной. Господи, благодарю, что научил меня. Благодарю Тебя. Слово живо и действенно. Оно не умрало и действует на сегодня. Вот так мы должны применять всё, что ты видишь. Если вы воскресли со Христом. Ну, мы же воскресли. То ищите горнего, а не земного. Не подвалами со столетним вином. Где Христос? А что, на разных горах? О горнем помышляйте, а не о земном. Горнее, то есть вышнее. А помышляешь? Да. Ищешь горнего. Может, плохо ищи его. В воскресли? Да. Щётка определённая. А как же здесь? Сама жизнь, люди самые близкие. И от меня бывает с Надеждой Васильевной, да. Ну, не всё гладко-то. Она по-своему, ей охота. А по-своему, я вижу, она не права. А во-вторых, у тебя каблуков высоких нет, чтобы мне шею придавить. Я под каблуков не бывал ни одной минуты. Ну, и ясно дело. А моя мать скажет только, Мария Егоровна. Ох, Наденька, а если бы Игнатий не уехал? Щу бы сейчас было. То есть она заранее отпевает её. Дядя у меня. Закосуй её к щурке топором. А тебе, сейчас, вот и всё. Так и мне рассказывает. Конечно, он ничего не сделал, но по природе у меня это есть, чтобы не сидеть где не надо. И вот так Бог делал. Я считаю опять. Вот гляжу, помни Господа Иисуса Христа. Помнишь всё время. Я не знаю, когда может, ты забываешь. Ну, что-то там с голубями. Когда вожусь, я могу с ними разговаривать. Но всё равно я им говорю, Христос воскрес голубям. Как они голову держат. Голуби, кошку я приветствую. Ты знаешь, тебе Бог дал какую мудрость-то? Мыша и ловите, а не по кастрюжам у меня шарятся. Я с ними разговариваю. И говорю, посмотри, какую мудрость Бог им дал кошкам. Она на меня смотрит, подземнёт. Вот такой рот на меня глянит, думает. Эх ты, у тебя-то перенесут, а у меня ничего нет. С меня ничего не возьмёшь. И где бы ты, ещё бы ты ни делал, собака, вспомни Библию. Вот мы идём с детьми. Я иду с ними. Ну, лагерь у меня. Дети, мы идём почём? По дороге. Так, что про дорогу сказано в Священном Писании? Ну, ребёнок ещё. И мы начинаем так. Снова повторим. Он уже больше повторяет. А теперь мы с дороги всё убираем. Где написано такое? Расчищайте дорогу, убирайте камни. Приготовьте путь Господу. А мы стёклашки, гвоздики, проволочку, резинки, всё на дороге собираем. По дереву, там, в лесополосе закапываем. Почему? Кто едет на машине, он не остановится. Даже если и видит. Он думает, пронесёт. Так мы иногда набирали прямо такие кучи всего. На поле у Игоря. Игоря отдали. А он нам сливок, да. Понимаешь? Вот мы считаем. Вот он шёл. Борьба идёт. Борьба идёт с грозным врагом. Победа не светит даже. Но Саул, царь, решил, до вечера, чтобы никто в рот ничего не брал. Не пили, не ели. Мы должны победить врага. Господи, услыши, Егова. Мы идём. Кто до вечера вкусит до восхода звезды, смерть ему. Вначале. А отделился от общего войска. Это сын его, Иннокланд. Идёт со служкой. Ну и подошли. А там первое охранение. Стоят на горе. Смотри, евреи-то пришли. Жидовское племя, пущеглазое. Что они тут делают? Он говорит, я сейчас скажу им, обругаю их. Они скажут, ну-ка, иди сюда. Если скажут, иди сюда, значит, Бог предал их. Обычно так. Ну-ка, иди сюда, иди, иди. Я с тобой поговорю. Это сатана говорит-то. Подошли. Ты что, пугать нас хочешь? А ну-ка, иди сюда. Он говорит, всё. Вмешь понимать. Заходят, пока рот развивали, он зарезал одного, второго, третьего. Паника началась. Он сразу человек пятьдесят положил. Его не ожидали. Это приступы, может, сверку. И мне, когда выделю, падает. Саул говорит, кого из наших тут нету? От кого они бегут-то, когда мы все в одном месте? А ему говорят, сын твой ушёл с сооруженностом-то. Ну, и тогда вышли, и к вечеру победа. Победа. Господи, мы тебе угодили. Ты, Господи, слышишь? Ответа нет. Он опять. Господи, ты же утром говорил, идите на фронт. А что ж сейчас ты не говоришь-то? Нету. Говорят пророки, согрешили. Кто согрешил? Я или он? А он решил так. Вот это мои сыновья, а вот это весь народ. Так, Господи, надо восстановить. Мы царские дети. Господи говорит, вы. Давай по одному. Кто что сделал? И он сказал слова, сын его, который в школе изучает в восьмом классе, и никто не знает. Есть по-эмам Цири, Лермонтоваль. И там есть такое. А когда они воевали отдельно-то, и он увидел, там пчёлы летают, он палку сунул туда, покрутил это, ну, в оста намотался, и он мёд-то течёт, он в рот взял, а мёд если есть, тебе и хлеб не всегда нужен-то. Ну и всё. И глаза, говорит, сразу просветлели. Ну что, затуманились, ещё не знаю. А когда он узнал, что отец заклял, и он говорит, зря отец так сказал, то наоборот бы мы маленько если перекусили, как немцы делают, два часа Курская битва идёт, они за обед садятся, и музыку включают. А русские сидят, опешивые. Смертельная битва идёт. Ночью, после первого дня сражения, мы слышим, как у них патефон играет, хохочет, а нам шевелиться нельзя. На выносливость нашего брата пробует. И здесь. Он говорит, кушая, вкусив мало меда, и все аз умирают. Там, говорит, немного вкусил я. Отец, когда узнал, что он вкусил мед-то, Саул говорит, ты должен умереть. А народ весь поднялся. Давид говорит, клянусь, ты должен умереть, сын. Через него победа пришла. Что ты, Саул, делаешь? Народ восстал. Нет, только через наш труп. Златовоз говорит, дьявол набрасывает петлю сначала на Саула. Он клянётся, это уже всё. Народ клянётся, не убьёшь, через него победа пришла. Петлю за петлю дьявол бросает. Сразу бросил нам полмиллиона, наверное, людей. Что делать? И народ отбил его. А что нужно было делать? Бога возблагодарить. И дурную клятву не надо. Ты за себя отвечай. А сейчас говорят царю, кляресть, князю, этому, Зарманову, первому Михаилу, и потомки наши, и все, да будут прокляты. Если отрекутся от тебя, то есть мы все народ проклятый. Сегодня надо приносить покаяние, задрушение клятвы 1612 года. Я ей не давал. Это всё надумано. Как я должен отвечать за клятву, которую я не видал, он за себя может, не за меня. И вот здесь народ его отбил. И он сказал, вкушая, то есть я немного покушал мёда и должен умереть. И там, который у них был взят плен, мальчик вырос в монастыре, и он бежал из монастыря, он горит, там, щищенец какой, и борется с тигром, с барсом. И вот, там, порвал его, и дальше уже раненый лежит, и говорит, вкушая, эпиграфка там поэме, вкушая, вкуси их мало меда, и саз умирают. Я вёл занятия здесь, все завучи, РОНО, директора школы, и я им задал вопрос, изучайте, изучайте, а что эти слова? Ни один. А когда я объяснил, вот тут, а что же нам ещё не объясняют? Нам не знавали это. У тебя это было такое? Я ещё раз говорю, да. Ни один раз приходилось, вкушая, вкуси их мало меда, или запрет на игре, где-то, что-то, и душа умирает. Я виновен, Господи. А может, по-другому, вот как у него где-то. Ты сразу это запомнишь. Ты пойми, что, вкушая, вкуси их мало меда, я умираю. А за что умираешь? Человек позарился на какую-то вещь и, не обдумывая слова, ляпнул про Сталина. Устальменко. И пишет не кто-то, а прокурор края, Гущин Иван, очень странно, Бараульский, и выпустил книжечку. Девчонка, лет 16, 2 августа 1941 года. Мужков-то нету, а работают они в лошадях, не на машинах, а на быках. А быки не слушаются. Она, но, 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 от паутов отбивается, не с места. А бабы и говорят, слушай, Настя, быки-то привыкли к мужикам, а не к трехэтажным матам. А ты, она, ваше в рот, в нос. И баки тронулись. Ну, а баба-то услышала, тебе Бог накажет за это, ты так материшься, ты ее уже не остановишь. Она говорит, пусть Бог Сталина наказывает, что заставляет работать. И кто-то пересвистнул. На утро звонил экипаж в район. Ты это говорила, говорила, ты враг народа. Какой враг? У меня дома требовали ребятишек, отец на фронте, мать умерла, у меня огурцы неполеванные остались. Какие огурцы? Ты Сталина сказала, говорила, писать-то как? Мы даже написать не можем, что ты говорила-то. Тут же заседание, тройки расстрел, вы расстреляли. Она бы еще сколько детей нарожала, защитников Родины. Ее фотографии все дается. Это прокурор Краев, с архивами работала. Скажи, у тебя так было? Ой, лишнее сказал, пожалел. Вот у меня открывает, у меня пишущая машинка, Украина была, но она маленько, чуть повыше была, и вот так вот ее открываешь, вот это, вот она открывается, а вот это вот, тут к ней прибита такая, когда дешь, она все туда, чтобы открыто было, куда руки мне оставлять на машинку-то. А тут я закрываю ее, и когда к КГБшники пришли, они не могут открыть. И знаете, ты их начну, где у вас, как открывается, там не один гвоздик, он на уровне, его надо выдержать, и тогда она откроется. Открылась, а там написано КГБ, Камарилия Гнусных Безбошников. Вы опоздали, а я все уже убрал. Камарилия Гнусных Безбошников. А у меня поворачивается подполковник Никулин, Юрий Михайлович, говорит, ты знаете, Игорь Иванович, ну вот это вы зря. Я говорю, я сам вижу, что я кушаю вкусных, мало меда, и дожди, и дожди. Я не натягиваю, это буквально, все так и было. А вот такой маленький стульчик, на котором я сидел-то, а туда я положил Селенинова, кажется его, Жития Святых. Ну они такие, желтая бумага, ну они начали там сразу ковырнули, они же знают, где двойное, начали сразу нащупали, и вот так вот ее, 1875 год, вот он смотрит книга, Селенинова Селенинова, Селенинова Селенинова, она желтая, а я ее переплел, она хорошо выглядит, вижу, нюхает, правда, по запаху такая. Он не знает, куда я причисли, ты как ко мне ее приписать-то, незачем. У меня статья гласит, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественно-государственной трой Советского Союза. Ну как может он? Я? 1887 года. Скажите, зачем мы ее спрятали? Ему сейчас один вопрос такой. Зачем? Книга-то безопасная. Я говорю, знаете, господа хорошие, я не знаю, что прятать. У меня хочется взять жену под руку, двери снять с петель, с собой двери, как к Самсону, тащить, делайте, что хотите, с моей квартиры, я больше сюда не приду. Я не хозяин, уже третий обыск подряд. Шесть полных часов у меня сидите, три человека, все, кверх ногами поставили. Все, а у меня тут было шесть тайников, они три сразу нашли, а два по сиденью не нашли. Я и сам боюсь, туда лезть. Что и сказать? Под поле, под картошкой, выкопал туда, и духовку закопал, опять заровнял, и все. И туда положил аппаратуру. Аппаратуру. Вот так. И вот они смотрят, и не может понять, что сняшим. Я не удумаю, это моя биография, поэтому, когда я считаю в Библии, апостол Павел говорит, я более вас всех потрудился, в опасности, в гонениях, перечисляют, второй коринфянам. А мне Иван Суворов пишет, а мы в пути. Это, Игнатий, я вот сейчас считаю, я никогда не могу прочитать, чтобы о вас не подумать. Это про вас. Я говорю, я сам знаю, но что сделаешь? Так вы на себя берете, в Чечню едете, вам охота мучеником быть? Я говорю, да. Ну, а этих-то зачем берете? Вот эти двое-то с вами-то. Им-то зачем голову складывать? А когда приехали, нас чеченцы приняли как родных братьев. И не один раз там были. Чечня оставила у меня самые добрые воспоминания, и особенно Рамзан Кадырович. У меня похвальная грамотность от него есть. Благодарность. Я его считаю единственной главой администрации, а он считался президент республики Ишкель. Вот он сказал, президент в стране один. Эти звания надо убрать. Убрал первый, иду, и сразу убрали президента. Ну, на какой-то компанию, на чьих горшков-то может быть президент. Но нельзя же так. На каждом шагу один президент. И вот я считаю вот это. Я опять это увидел. Никогда будут угрожать. Я с вами, они еще не сделают. Самое невероятное в Библии я нахожу это про меня. Поэтому слово живо оно для меня. Действенно. И каждый стих вызывает у меня благодарность. Господи, а вот тут человек делал так и погиб. А меня пронес. Почему? Я Богу задаю вопросы. Почему? Я не заслужил этого. А Бог говорит, по милости. Поэтому работаю. Я темием тебя прощаю. Впереди тебя ждут испытания. Сном верить нельзя. А я сон вижу. Лечу в облаках. Сижу на кресте. А крест, вот как бывает, мосты, вот этот мост рядом идет и на чем стоит. И у них два тавра примерно вот такой высоты. И такой крест и длиной метров 150. А я сижу, ноги смесил, зеленая рубашка развивается. И он там у нас болото потеряет и на снижение пошел. И как на Солонцы сел, аж запахал. Я соскочил с него, он вот так вот мне. В лежащем положении крест. Я в вас не сказал, господи, а что это означает? А ты иди. Я иду рядом околы, гляжу, заседают. Священники сидят. Красным полотном стол накрытый. А перед этим маленькие оболотцы. И мне кто-то говорит, бери и мой бутылку. Тут соревнования идет. Бутылки из-под молока, широкое горлышко. Я начинаю отмывать, а на другого смотрю, как моют. У них не отмываются, у меня чистая такая. И вдруг удар сзади. Другой, который увидел меня, он созло с этой бутылкой ударил, она разлетелась, а горлышко целое с такими вот это. И он сзади бьет меня прям позвоночник. Я идти не могу. А на дороге сеть, большая сеть, как львов плавит. Я вот так шатаюсь и на одного, кажется, отец таким идет, я пытаюсь облокотиться, а он вот так, которую он делает, я не могу. И подвели к этому, где заседают. Я вот так вот показываю, говорю, мне причаститься надо священник. А вот священник вот так вот проснулся, вот тебе они, причастие. И священник определенный, я его имя записал. Все так и получилось. У меня психиатрию, позвоночник надо втыкать. Все точно так и заседает. И тот священник так. Ну, Господь сделал так, что и священник приехал, и причастил меня. Я даже сон растолковал. А крест, я спрашиваю, Господи, а почему крест такой? А мне голос говорит, потому что будет сильное гонение на Руси, а ты идешь в числе первых. Никого до Стального Востока не арестовали, кроме меня одного. Это, если крест видел, это от Бога, сто процентов. Он полностью из Бога. Я когда считаю, вот я в каждое пророчество вникаю. Говорю, где вы считали? Что-то считал, а что-то просто Бог открыл. А есть места, которые вы не знаете? Я не знаю. В древних пророчествах, может быть, есть непонятные. А в новом, политика, я знаю, как события будут развиваться, что с Москвой будет делать, что она сгорит, что границы исчезнут, денег не будет. Один царь, еврей, с колена Данова, три с половиной года будет. То есть это расписано уже. Не мной, святыми отцами. И я в это верю. Вот что сейчас, вот два дня назад Америка закрыла, Израиль закрыл все посольства. Такого не бывало и не помнят. Все посольства закрыли на своей территории. Что это означает? Какие-то жут, как называют, пертурбации. Мне уже скидывают один за другим, вы говорили, знаете, что это означает? Посольство закрыть без причины? Я даже вообще не знаю. Может быть, есть ли право этого государства? Ну, ни за что. Мы все, ну, один, два. Германское закрыть, американское, французское, русское. Не знаю. Я говорю, не знаю. Мне не открыто. Я и не... Перед войной такое бывает? Ну, да. Перед войной бывает. А что просто так? Все в мирной обстановке. Ну, и одной страны там, ну, двух, ну, никак не больше. Все посольства до одного закрыли. Это было позавчера, кажется. А что ты руку поднял? Ну, насколько я ничего не могу сказать. Я должен все совместить со священным писанием. Как это идет? Слово Божье живо и действие. Не то, что я должен насчитать и голову запрокинуть. Один стих. Людмила Степановна хочет ответить на этот вопрос. Нет, не на этот вопрос. Ну, тогда зачем? Нет, к этому же. Речь идет о том, что я тоже вести смотрела, просматривала там вот тоже, что вот про это, что уезжает. И меня тоже это удивило, то, что вы сказали. И дальше в конце уже хотела убрать вести. И раз показывает, что Россия убирает с первого, ну, вот, начало года, с двадцатого убирает все моногорода. Не деревни, а моногорода. Моногорода это города, которые небольшие, маленькие города. Вот как, ну, как наши. Как понять, убирают в России? их убирает и... Что тут случилось? Ну, что же я не понимаю. Такое понятное. Я говорю о посольстве, в другой стране. Скидываю. Что это означает? Я так по себе, по себе подумал. Решили, видимо, последний шаг, чтобы бывший храм Соломонов, чтобы ни одной ноги там больше не было арабов и до одного выгнать Иерусалима. Они должны к этому подойти. Не северную, не восточную. Все. Единое государство, единое. Конечно, поднимется мир этот, ну, дальше будет видно. Арабский. И они обезопасить, чтобы эти посольства сразу предупредили на улицу не выходить никому. Меня там написало, говорит, у нас началось такое там и сразу же всех предупредили, чтобы к окнам не подходили дома. Как при бомбежке предупреждения были во время войны. Мы не знаем, но ты любящий отец. Ты сверху. Мы каждый день, Господи, не дай мне непосильных искушений, чтобы мы могли перенести это, чтобы люди усилили подготовиться, уверовать. То есть, надо подготовиться. Не просто хлеба много заготовить, сухарей. Эти банды будут ходить, такие все сухарики отберут. Из Москвы будет пробка 130 километров, сегодня говорят. И когда воды не будет, самовластия не будет, стол будет стоять. С пятого, десятого этажа в Москве внизу никакие задвижки ничего не помогут. Все улицы будут отходами залиты. И надо сегодня уже ребенку в кармашке везде наложить разные адреса свои. Это в автобусе в Барнауле видел. Инструкцию дает. Едешь, и они вот так и идут. И компания организовывает 100-150 семей где-то за городом, в колхозе, брошенная земля, быстро что-то сажать надо и переходить на подножный корм. Может, надо, может, нет. А вы знаете, надо, не знаю. У нас все есть. Вообще земля такая... У нас Игорь Барабаш есть. Там гороху полно, пшеницы полно, ящменя, льна, гречки. А у Жени долговой семечки есть. Да еще и кукурузу забывают. Вот как. Конечно, оботорные есть. Меня, когда судили, говорят, что хорошо лапил. Зачем у вас архипелаг Гулаг 10 семей этих экземпляров? Если для себя, другой. А статья носит распространение. Ну, зачем тебе 10-ть-то? Рыба на льду. Я не могу сказать, что не для распространения. кто попросит? Ну, это и распространение. статья действительно так. Ставим палочку. Дальше. А вот это у вас стихотворение написали. Стоит Ленин свой рот ащериф. По мету птиц поставил голый череп. Это же вы писали. Вождь атеистов с содмищей и утра. Да. А следователь написал «Нужно память и чаще мыль». Вот хорошая галочка уже. Это реальная. Я для чего начал говорить столько времени по писанию? Считаешь? Остановись. А у меня было, не было. Почему не было? Недостоин? Или не выдержу? Господи. Один просил, просите испытания, не выдержу. Без испытания никто не спасется. Испытай меня, выйду, счист, как золото, говорится. А как испытать-то? Тем, что случаются. Ой, Господи. И все. Поехали. Четыре минуты осталось. Давайте молиться, Сережа. Один перетопчик почитаем. Евангелие от Марка, 6 глава, 12-13 стихи. 6-12. Они пошли и проповедовали покаяние и изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Толкование. Как подожди-ка, скажите, вот, мазали маслом, то, другое. В твоей жизни было такое? Это не соборование. А вот эта рулетка. И она пользовалась. Я сейчас за Андрея этого, который изобрел, молиться начал. Господи, открой ему глаза. Какое дело? Он всех блудников в одно место собрал. И с ними теперь одни маха можно покончить. Они сидят там. Он в одно место их собрал. А пророчий собрал в одно место царей, чтобы погубить их. И здесь, вот здесь мы должны увидеть. Ты стал считать. А вот они так. А где это у меня было? Конкретно я показываю. Вот сейчас. Вот обстановка это показывает. Давай. Я прям по частям сейчас буду разбирать то, что он говорит. Толкование. О том, что апостолы помазывали маслом, говорит один Марк и еще Иаков брат Божий в своем соборном послании. Послание Иаков в 3 главе в 13 стихе. Масло полезно бывает и против болезни. Оно идет для освящения. Оно употребляется при радостном состоянии духа и означает милость Божью и благодати духа, которую мы избавляемся от болезней и от которой получаем и свет и радость и веселье духовное. Масло. У тебя масло есть? Есть. И каждый раз ты думаешь это милость Божия и радость духовная. Масло. Обыкновенное масло. И оно нам проповедует. Вот оно. Какое масло? Освященное. Надо это вопрос. Милость Божия. А где милость Божия проявилась на прошлой неделе у меня? А где проявилась последний день? Ну то, что застряли вы, это милость Божия. Это масло Мам Господь подлил, чтобы вы буксовали на одном месте. Подлил и вернул назад. И вы сейчас дома, сейчас бы думали, там дождь прошел, вообще не проехать. А вы сидите аккуратненько, красивенько, ну и все и все кончилось. Все, больше еще нету. Еще это благодать Божия. Но последствия, я сегодня говорил, они могут как отреагировать, ну я предвосхищаю, они может так не скажут, а вы о них думаете плохо. Виноват, но в абсолютном большинстве случаев они только так, по-другому не могут. У них юмора нет, вот интересно, юмор везде есть, человек, разглядите обстановку там, ну сказал маленько, про птиц посмотрите, даже Илья говорит, кричите громче, может ваш там вал уснул, или в дороге где-нибудь далеко не слыхать его. Это тоже юмор, у старопляццев юмора нету. Вот у меня, у Надежды Васильевны за 50 лет жизни никогда навесел стать она не может. Нет. У нее нет, она вся проникнута вот этим духом. Попробуйте ей это сказать, что у нее юмора нет. Попробуйте ей это сказать, что у нее нет юмора. Она просто у меня нет юмора. А вот так. Вот фотография вот здесь у нас есть. Есть она. Два мальчика. Один Роман. Другой что-то такое же имя какое-то хорошее. Старобрядческие дети. Хорошие, умные, просто пятерочники. Вот они в храм как заходить у нас тут скамеечка. Они сидят на скамейке и с ними кажется Оля Ванагаева. А, Илья же, да. Ну тут ничего нельзя сказать. Красивое место, цветная фотография. Они отдыхают, сейчас храм начнется, они ходили в храм у нас. Старобрядцы сразу отзыв. Вот как ненавидят нас. Даже детей в храм свой не конденски не пускают. Ты никогда не догадаешься, что они могут сказать. Притом, это не соответствует на сто процентов в действительности. что мы их в храм не пускаем. А с чего взять? Так они сидят на улице. Ну сидят на улице, служба не началась. Все равно. И притом, они какие выводы делают, ты никогда не догадаешься. я впервые встретил статью в Алтайской правде. Это наша центральная газета. И там голубей они держат. Ну про голубей много. И заголовок Наташа Сохарева пишет. У злого человека голуби не живут. Злой человек голубей не держат. Две статьи. Я тогда задаю сестре своей, еще и внук сегодня, внучка Женя замуж выходит. Я говорю, ты разберись там у старообрядцев в Новосибирске. Кто-нибудь где-нибудь держал голубей. Она два года прошла братка нигде никто. Но когда у нас храм строили и бывало голуби подлетают да как же бабкой кирпичи бросали в голубей. Вообще в голубей кирпичами кидать. Это вообще для меня такой нонсенс что даже не вмещаются голуби. А потом она приходит говорит есть один есть а где в красноярске я говорю а когда он пришел месяца два назад пришел от церкви он голубятник пришел уже созрел то где он только что приняли его а он на самом деле вашим духом не проникся голубей нету я стал козырять а у меня три голубя да еще одна в комнате не вешайте на меня собак своих это вы такие и когда про голубей считаешь я это сразу беру и сразу и вставил туда опроверг видите статьи вот глава человека глава него самое свирепое какие есть прощать вообще не знаешь что такое меня нету там я говорю уже сколько 50 наверное лет меня там нету они уже внущатом передают ненависть ко мне что я мой был они даже не знают а кто он такой где но все время он слышит они демонизируют мою личность а говорят это он демонизирует я за них молюсь они там нападают из старообрядческой семьи руководит клиросом своим голос отлично такой а влобится на меня батюшка приехал и говорит слушай Вова ты за что сидел шапки снимал с флитнамцев грабили а это же разное все за слово божие и ты же его поносишь ну хорошо ли это я могу столько событий рассказать и они никогда этого не признают если священник благословляет своих которые провожали в аэропорту остались и сначала благословляют пьяные они пьют и сразу с трапа сверху поднес это свой бой не трогать его а за нами они все выискивают библия переведены неправильно считать нельзя от библии с ума сходят это их наработка я показываю блажен афилакта толкование это неправильно ни коня ни испорт а где правильно не знаем а как неправильно переведена библия вы еврейский язык знаете греческий нет но с чем вы сравниваете с чего если знает человек он говорит здесь стоит словно вот какое не вода не погружение а омовение миква ну может быть и так но речь идет о крещении уже было вместе вот это вот а можем исправить не знаю профилактика для дожон по субботам а верующая нам тебе откуда она денется все самый веский довод ты у меня по одной будешь в плашки ходить куда она денется у нас были это был бы затер это сидел какая это была партор как Михайлова Михайловна как ее фамилия Полина Михайлова Михайлова да она даже слава что ты стал взять чтобы тебя не видно было она как говорила то все порядок партнер бывший она живая нет да нет за мобиль все она мне пожал муж обманщик какой пришел такой ласковый прямо поверила ему поразить такой да мало к маме моей подкатился чтобы отдала замуж что вышла он не верит совсем помолитесь за него я помолился на третий день нас общает помер подруга подруга помолитесь за моего я говорю я еще киллер только религиозный понимаешь это и он был такой митрополит московский ему нельзя было подходить вот подошел говорит это ты обижал свиньи не отдал он ему сразу предсказывает свинья твоя вторая тебя ребенка задавит и так и есть я к примеру говорю его боялись как огня он подошел тебе говорили покаяться не покаялся теперь уже некогда так вынесите его он глаза застыл упал умер вытащили митрополит он канонизированный я просто говорю навскидку какие его боялись как огня а у нас любого а куда ты благословил я у них нахожусь он подходит сын здоровый крепкий который сидел на меня нападает ну и папа благослови он да бог благословит старобрядец а у него большая сумка он так пошел я говорю Андрюша останови его он в сетках восстанови посмотри что в сумке ты что благословил он вернул назад только сынок ну пап ну зачем тебе это надо ну открой я сказал он открыл там бутылки вина они пошли там а он благословил и смотрит ну гадство теперь нас так просто не возьмешь а тут ясно что мной недовольна испортил всю обеду будет некомфортно да нам будет некомфортно это мне так и сказали на свадьбе которая приглашение пришло а сам не приезжает иначе наше будет некомфортно ты знаешь а сам не приезжает а сам не приезжает вот мой дядь там с братом моим руководили все сергей понял как учись потому что ты как Филипп Филипп сказал шарику ты только с дерева еще соскочил утром и поэтому тебе надо смотреть слушать на низшие ступени социального на низшие ступени социального развития поэтому набирайся ты быстро начнешь расти слушать и молчать да конечно никогда не обижайся обидам не христианское свойство во-вторых еще она не дает кроме потери ты обидишься не я говорить больше не буду ты такой засохнешь а когда ты внимательно слушаешь ты столько наберешься на славу гостю спасибо ой достойно есть этого истину блажить и тебя богородицу пристно блаженную и пренепорочную и мать и бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафин безыстрения бога словом оручную сущую богородицу тебя величай благодаря кем тебя господи взамен святой великий к нам за то что позволило собраться здесь вместе у ног твоих по изучению слова твоего святого господи благослови правительства нашей российской чтобы принимали мудрые законы Проси, Господи, помилуй всех ненавидящих, обижающих, нападающих на нас. Прости, Господи, его не ведают, что творят. Прости, Господи, всех путешествующих, братьев наших, пошли им ангелам мирного хранителя, во всем пошли Боговое поспешение, вот эти их здравие душевно-интересно. Всех находящихся на наших братьях, отцов, сестер, находящихся на болезнях в Адре, дай им силы и терпения перенести все испытания в жизнь земной, без ропота, уныния и отчаяния. Слава тебе за всем, Адреки. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос.